Океан загадочен. Возможно, в чем-то даже более загадочен, чем космос. Но в отличие от космоса, океан изобилует огромным количеством живых существ. Сегодня мы расскажем о кальмарах – самых быстрых, самых глазастых, а иногда и самых крупных представителей среди всех моллюсков. Кальмары являются моллюсками, хотя внешне они сильно отличаются от своих родственников – брюхоногих и двустворчатых моллюсков. У кальмаров мягкое удлиненное тело без раковины или, по-другому, мантия. При этом на спинной части сохранились остатки раковины. Тоненькая пластинка исхитина – поддерживающая тело. Она называется гладиус. Внутри тела находятся внутренние органы. Сердец у кальмара три. Одно основное – оно снабжает кровью все тело. Два других прогоняют кровь через жабры. На заднем конце тела есть треугольные плавники, которые обычно прижаты к телу. Голова по сравнению с размерами туловища довольно крупная. Глаза большие и расположены по бокам головы. У кальмаров десять рук. Восемь из них короткие, а две длинные. Эти длинные руки называют ловчие, потому что они нужны, чтобы поймать добычу – мелкую рыбу, крабов и креветок. Затем кальмар подтягивает пищу ко рту, где находится острый клюв, похожий на клюв попугая, чтобы разрывать добычу на кусочки. Клювы очень прочные, их практически невозможно сломать. Они не перевариваются в желудках китов. А еще во рту есть язык, похожий на напильник, чтобы измельчать пищу. Кальмары двигаются двумя способами. Если они никуда не торопятся, то они медленно плавают при помощи плавников. Однако в случае опасности они перемещаются за счет реактивной струи. Они прибегают к реактивному движению только в самых крайних случаях. Благодаря мягкому телу кальмары уязвимая добыча. Для защиты они часто используют свою скорость, чтобы стремительно уплыть от врагов. Также они могут прятаться, меняя цвет, чтобы сливаться с камнями или водорослями. Кроме того, убегая от хищника, кальмар также может распылять в воду облако черной жидкости, известной как чернила. Это временно сбивает врага с толку, позволяя кальмарам уплыть. Спасаясь от хищников, некоторые кальмары могут даже летать. Оттого они и называются летающие. Их так называют, потому что они выпрыгивают из воды и с помощью плавников летят, как на крыльях, несколько метров. Бывали случаи, когда кальмары падали сверху в лодке рыбаков. Вы думаете, существует только один вид кальмаров? Не совсем. На данный момент человеку известно более трехсот видов кальмаров, но ученые считают, что их еще больше. Есть виды, которые обитают на относительном мелководье. Их глаза покрыты прозрачной мембраной, а на щупальцах есть присоски. А есть виды, которые обитают глубоко в морях и океанах. У них нет роговицы над глазами, а их щупальца покрыты присосками или крючками. А под покровом глубоководного мрака скрываются самые таинственные кальмары, крупнейшие беспозвоночные в мире. Именно с ними были связаны пугающие легенды, которые вызывали неимоверный страх у моряков. Первый вид – это гигантские кальмары. Это великаны размером до 12 метров, как длина автобуса. А глаз – размером с футбольный мяч. Вот этот образец гигантского кальмара хранится в Музее естественной истории в Лондоне. Но у гигантского кальмара есть еще более устрашающий родственник. Колоссальный кальмар. Он достигает 17 метров в длину. Для сравнения, длина кита около 30 метров. Об этих огромных кальмарах известно очень мало, потому что их редко можно увидеть. Они обитают на большой глубине, поэтому эти создания по сей день плохо изучены. А если они всплывают к поверхности – либо мертвые, либо на очень короткое время. КАКЕРЯ Продолжение следует...